В конце 1917 года в Москве состоялись Дни Якутии, которые уже стали традиционным событием и проводятся в российской столице в шестой раз, начиная с 1957 года. На этот раз они были посвящены знаковой дате – 385-летию вхождения Якутии в российское государство. В экспоцентре открылась универсальная выставка-ярмарка «Тепло, вечные мерзлоты», на которой были представлены истории, культура и традиции народов Якутии, инновационные проекты, а также якутские деликатесы и ювелирные изделия. За подписанными соглашениями, встречами и презентациями перспективных проектов, за всем этим – доверие. А культура, искусство Якутии, покорившее искушенную столичную публику мастерством и искренностью – это та область, за которыми могут последовать и инвестиции, и желание возобновлять финансовые, деловые и долгосрочные отношения. Очень хорошая масштабная выставка, которая позволяет за короткое время ознакомиться с уникальными особенностями Якутии, якутского народа, узнать культуру и познакомиться с новыми технологическими достижениями, вот где мы сейчас находимся на территории технопарка фактически. И выставка эта свидетельствует о том, что в Якутии бережно хранятся традиции, которые сложились веками, но в то же время Якутия идет в ногу со временем, а может быть и опережая, потому что здесь есть уникальные разработки, которые в ближайшее время принесут славу Якутии, может быть, даже больше, чем алмазы. Потому что самое ценное в Якутии, это, конечно, люди и то, что они делают. Купнику можно вращать. И что? Это, что-то, скажем так, это заболевание, разработка, заказ, что-то. Это изобретение. Быстро все-таки когда-то. Вот наши главные гости, герои сказочные. Один из объектов этой выставки стал вот этот объект, который вы сейчас за мной видите. Здесь много фотографируется, здесь много спрашивают, что это такое, что означает. Я хотел вот объяснить вот саму инсталляцию, этот образ. Ну, как видите, это, с одной стороны, внутри этого аллукмаз, мирового древа, значит, сделан чарон из светодиодных лент, сделан чарон, солома висит. Но, если вы заметили, что сверху падают деревянные настоящие вот такие артефакты, такие настоящие чароны, падает такой луч света. Это философия, мифология народа Саха. Есть такое понятие, как аллукмаз убирает из земли соки земли, потом этот сок земли выталкивает через свой ствол, через корни и через листья на небо. А с неба падает, так называется, рюнг-эль-гэ, белое изобилие. И оно во время сыр, во время больших праздников якуты умели, знали это место, где падает рюнг-эль-гэ, значит, небесное изобилие. Ставили туда чарон, а потом выпивали чарон, кумус из этого чарона и в результате обретали силу. Как ни странно, это научно доказано. Дело в том, что в Хангаласском улусе есть такое место, которое называется якутская комплексная установка широкоатмосферных ливней. Где, значит, ученые вот уже больше полвека исследуют энергию неба, космоса. В космосе, как из космоса в атмосферу падают частицы, которые расщепляются, потом окропляют нашу землю, вот откуда все растет, все становится живым, получает энергию. И вот удивительно, да, значит, еще не зная этой науки, значит, якутские вот, значит, провидцы, шаманы и алгасчиты знали эти места и ставили туда чароны, и оттуда выпив кумус, человек становился сильным. А такая установка якутская, как якутская комплексная установка широкоатмосферных ливней, находится в Индии, в Китае, в Америке и еще в двух-трех странах. Больше нигде в мире нет. Поэтому, естественно, вот этот объект нашей выставки всех очень заинтересовал. И исполнен это художник Михаил Егоров. Ваня! Ваня! Назад! Назад, Ваня! Иди! Назад! Не пройдешь, Ваня! Внизу в них река вскрылась! Лед тронулся, Ваня! Назад! Назад, Ваня! Ваня! Осторожно! Осторожно, Ваня! Господи! Господи, помоги ему! Господи! Господи, дай ему! Откройте! Откройте! Откройте его, Господи! Прошусь! Откройте! Катя! 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 Катя, лед к берегу ведет! Лед к берегу ведет! Беги вниз по теченьям! Беги вниз! Самые яркие и положительные впечатления от спектакля, жизнь святителя Иннокентия столь ярко описана, до мельчайших подробностей, очень сильно касается души и чувств людей. Все ветром вывело! Надо дальше идти, иначе заглезнем! Мы в восторге. Тем более, наши дети там на сцене. Мы очень рады за них. К слову сказать, в современном мире можно произвести отличную продукцию, про которых в мире никто не знает. Чтобы продвигать ее на большой мир, при помощи рекламы нужны баснословные средства. В рамках дней достоинства якутской продукции и инноваций приобрело множество поклонников. Республика очень выгодная и за совершенно мизерные средства смогла извлечь огромную выгоду. Это радиоуправляемый спасательный снаряд, предназначен для оказания помощи на акваториях для утопающих. То есть это аналог спасательного круга, только снабжен электродвигателем и дистанционным управлением. Его сделали мы с Институтом физико-технических проблем в 2010 году. Вот с тех пор пытаемся этот продукт наш продвинуть широкие массы. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги, разрешите от имени Валентина Ивановна Матвиенко, от имени членов комитета по федеративному устройству региональной политики местного соуправления и делам Севера поздравить с открытием Дней Якутии в городе Москве. Соответственно, сегодня у нас прошел целый пласт интереснейших мероприятий в Союзе Федерации. Присутствовал Егор Афанасьевич, он сегодня выступал на пленарном заседании. Этому предшествовало несколько дней достаточно плодотворной работы делегации Республики Саха-Якутия в комитетах Федерального собрания. Шесть комитетов Федерального собрания рассмотрело проблематику Республики. Проведен очень содержательный круглый стол. И сегодня, в общем-то, принято постановление о поддержке социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. В этом постановлении отражены основные проблемы Республики, над которыми мы будем совместно с органами исполнительной власти Российской Федерации, совместно с органами власти Республики Саха-Якутия работать. Сегодня мы вместе все дальневосточники переживаем, мне кажется, самые важные годы в развитии Дальнего Востока, наших дальневосточных территорий и нынешние дни Дальнего Востока здесь, в Москве, очередное этому событие. Наш президент выделяет особое внимание дальневосточным регионам. Я хочу всех вас, дорогие друзья, прежде всего, конечно же, руководство Республики Саха-Якутия, поздравить с этими юбилеями, вместе порадоваться успехом наших соседей и пожелать новых достижений, процветания Республики Саха-Якутия. Евгений Алексеевич Чекин, представитель арт-комитета наших дней, вручает якутский наш орден памятный. Его имя 385 лет. Давайте аплодируем, Владимир Петрович. Спасибо большое за доброе соседство, за все, что Магадан, Якутия вместе делаем ради жизни людей на крайнем севере. Степи и моря, горы и пустыни, дубра и моря, Знойные равнины, вечные снега, Регионы разные, разные края, Родина одна, единая страна, Единая история, под небом едины, Единое солнце, единственной России. От имени всего добросердечного, многонационального народа Якутии мы рады вас приветствовать столице Российской Федерации в городе Москве. Якутия – это крайне смертный богатств, первозданной дикой природы самобытных традиций. Неисчерпаемой человеческой доброты. Начинаю перед вами презентационно-концертную программу «Сокровище земли Алан-Хо». День единства россиян в Кремле, в Успенском соборе святейший патриарх Кирилл организовал литургию во славу нашей Якутии и дал высокую оценку о роли Якутии в развитии российского государства. И мероприятия, которые прошли в Санкт-Петербурге, подтвердили, насколько сильны наши связи горизонтальные между субъектами Российской Федерации, которые являются основой укрепления государственности в целом. И сегодня, когда мы представляем здесь нашу Якутию, мы говорим о наших достижениях в социально-экономическом развитии. Субъект, который достигает в усложняющих условиях свои результаты труда, именно успешные. И мы сегодня подтверждаем статус развивающегося субъекта Российской Федерации. Мы сегодня на этой частице нашего крупного объекта, экспоцентра, показываем нашу культуру. Якутия не только сегодня с ним живет, но она уверенно смотрит и будущее. Мы сегодня в рамках той политики, которая ведется президентом страны, о том, что 21 век Россия будет развиваться с учетом приоритета развития Дальнего Востока. И Якутия сегодня стала базовым регионом Дальнем Востоке. И это мы оправдываем и будем это дальше развивать. Культурная программа выражает истинную суть, которую невозможно передать никакими иными средствами. Одна песня, один спектакль могут потрясти зрителя и во все преобразить мир. Вот что значит сила искусства, сила культуры. Дальнем Востоке. 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 Якутия, Дальнем Востоке. Дальнем Востоке. Дальнем Востоке. Якутия, которые в Якутии живут и те, которые живут за пределами сейчас Якутии, я серьезно вам говорю до слез приятно, хороших слез, что такие события в нашей жизни есть. Дальнем Востоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нынче вы любезно делали наш национальный праздник ИСЭХ, организовали в Сербии. Именно с этого момента, то есть с момента организации праздника национального, началась дружба между народами республики Якутия, ИСЭХа и Сербии. И она с огромным удовольствием приняла участие в этом всем. И теперь находится здесь тоже с огромным удовольствием в честь такой знаменательной даты объединения Якутии и России. Какие впечатления от ИСЭХа и от этой весны? Впечатления от всего то, что в Якутии, конечно, очень холодно, но, тем не менее, сердца людей очень теплые. И это нас объединяет у нас тоже так же. И, конечно, температура не такая низкая, но, тем не менее, сердца у нас тоже горячие. У вас была презентация книги нашего народного писателя Николая Лугенова. Его перевели по своей воле на сербский язык по велению Чингисхана, по-моему. Может, она знает об этом? Да, она знакома с данной манифестацией, то есть с мероприятием, презентацией книги. Также она здесь имела возможность встретиться с министром туризма. Она благодарит вас за это теплое отношение, за прекрасную атмосферу и приглашает всех вас к нам в Сербию, в Белград. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...